Не случайно встреча, на которой присутствовали директора парков и руководители муниципалитетов со всего Подмосковья, проводилась именно в Одинцовском районе. Пример нашего парка культуры, спорта и отдыха, разительно изменившегося всего за два с половиной года, можно считать эталоном для региона. Ценно то, что местные власти и не думают успокаиваться на достигнутом. У нас есть чем заниматься. Мы планируем и дальше развивать парк, благоустраивать территорию, чистить еще. Есть лесные участки, которые нужно чистить и благоустраивать наши ручьи и озеро, добавлять активности, наполнять жизнь парка новыми событиями. И не только районного уровня, областного, но скорее уже даже и российского. Сегодня региональное министерство культуры уже разработало новые стандарты. Рейтинг каждой парковой зоны предстоит оценивать по 47 критериям. На данный момент подобному уровню соответствуют лишь немногие парки. Среди главных задач – привлечь в них как можно больше людей. Именно в парке люди общаются, люди формируют какие-то связи, формируется локальное сообщество. И именно нам с вами надо создать модель поведения, при которой мы создаем не зрителей, а вовлеченную, очень активную аудиторию. Наличие развитой сети парков способствует повышению качества жизни во всем регионе. Подсчитано, что у среднестатистического человека есть 23 часа свободного времени в неделю. И паркам важно выиграть конкуренцию телевизора и интернета. Например, за счет грамотного самопродвижения. На что хочу обратить ваше внимание. Даже когда въезжаешь в Одинцово, в городе установлены указатели. И на указателях, на презентации Татьяны Михайловны вся стилистика, весь бренд-бук парка виден всем. И к нему уже начинаешь привыкать и понимать, почему это одна из важнейших составляющих вашей работы, коллеги. Глава Одинцовского района поделился с участниками совещания нехитрым секретом создания успешного парка. Рецепт одновременно и прост, и сложен. Потому что его главная составляющая – душа. У нас нет свободных средств. Но, тем не менее, за два с половиной года мы и с помощью наших благотворителей, тех, кто здесь занимается спортом, с помощью скромных возможностей бюджета, все-таки смогли вот такими сверхусилиями создать тот парк, в котором мы сейчас с вами находимся. Это я про то, чтобы никто из вас не отчаивался. Это в любом случае, каждый парк – это сверхусилие. И, безусловно, важно то настроение, с которым мы занимаемся этим делом. Я убежден, что парк можно развить, если быть, как говорят французы, фанатик. Вот если мы будем фанатик, что называется, и будем жить парком, тогда, соответственно, эти изменения будут происходить. Мы живем этим парком. Мало того, что мы здесь работаем, мы занимаемся спортом, мы приходим сюда с семьями, со своими родителями, детьми. Мы им живем. В заключении совещания была проведена мотоэкскурсия по парку, в которой гости лыжероллерной трассы с удовольствием приняли участие. И лишний раз смогли убедиться в том, что энтузиазм творит чудеса. Петр Горохов, телекомпания Одинцова, Валерий Жуков, пресс-служба администрации Одинцовского района.